МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Льготных площадок для бизнеса обсудили в краевом правительстве. Регион подготовит для будущих резидентов все необходимые коммуникации, транспортные развязки и логистические центры. У промышленников и аграриев будет прямой выход к федеральным трассам и аэропортам. В Шпаковском округе уже планируют создать индустриальный парк с производством стройматериалов, медоборудования, сельхозтехники и текстиля. Губернатор Владимир Владимиров поставил задачу, чтобы все новые объекты не отразились на экологии региона. Полтора года есть, пока мы пойдем к промышленному освоению. Я думаю, что вот этот вопрос, он и защитит инвесторов будущих от любых притязаний всех структур. И плюс станет нам хорошая надежная основа на том, что мы на самом деле ничего не ухудшаем, потому что экологическая тематика – это очень серьезный вопрос. В селе Гражданском Минераловодского округа достроили детсад. На территории разместили игровые и спортивные площадки, разбили клумбы и проложили тротуары. Также в течение месяца установят технологическое оборудование в здании, сообщили в Краевом Минстрое. Работы велись по нацпроекту «Демография» и региональной госпрограмме развития образования. В Благодарненском округе приведут в порядок дороги. Обновление коснется Благодарного, а также сел Бурладского, Сотняковского, Елизаветинского, Спасского и Алексеевского. Всего отремонтируют более 10 километров полотна, сообщили в Миндоре Ставрополье. Работы пройдут в рамках госпрограммы развития транспортной системы. В Зеленокумске начали строить Центр культурного развития. Специалисты уже заложили фундамент. В трехэтажном здании разместят ЗАГС, два кинозала, библиотеку и конференц-зал, сообщили в Управлении по информполитике регионального правительства. Проект реализуют при поддержке губернатора Владимира Владимирова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин